Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Работают неравнодушные люди. Нет таких проблем, какие бывают в других субъектах, когда валится потолок. Как лечат детей и взрослых, и насколько скорая помощь – скорая? Здоровье Анапского здравоохранения проверили члены Совета при Президенте России. Гарантирую, что значительные отключения, которые это были в 2017 году, уменьшатся. Светлое будущее. Энергетики пообещали снизить число отключений электричества в предстоящем курортном сезоне. Машина времени в Средневековье. Участники исторических клубов края погрузили анапчан в атмосферу рыцарских турниров. Энергетики обещают значительно снизить число отключений на электросетях в будущем курортном сезоне. Об этом сообщил главный инженер Кубаниэнерго на совещании с участием министра топливно-энергетического комплекса края Владимира Волошина и главы города-курорта Юрия Полякова. Кроме того, глава ведомства поддержал мэра в вопросах, связанных с газификацией. Он поручил изучить все возможности поставщиков голубого топлива, не упустив ни одной. Гарантирую, что значительные отключения, которые это были в 2017 году, и в частности это на третий квартал, были, скажем так, приведены, уменьшатся по состоянию будущего периода, летнего периода. На сколько процентов будет меньше? Если касается плановых работ, это как минимум 40% меньше. Плановых, да? Да, это касается плановых. Ну, форс-мажор Юрий Федорович, аварийное отключение, здесь никто не застрахован, элементарный вопрос. Ну, аварийные, понятно. Уже сегодня Кубаниэнерго значительно увеличила мощности в ключевых узлах. По словам главного инженера компании, число аварийных отключений в 2017 году сократилось на 40%. При этом денег на проведение плановых ремонтов в этом году предусмотрено на 28% больше, чем в прошлом году. Количество плановых отключений на сетях Кубаниэнерго за минувший год стало меньше на 20%. Глава ведомства поручил всем компаниям НЕСК, Кубаниэнерго, владельцам частных сетей, синхронизировать плановые работы, чтобы не приходилось обесточивать сеть по нескольку раз, а также не терять контакта с населением. При этом энергетики признают, их инвестиционные программы не поспевают за темпами развития курорта. Что нужно сделать, чтобы мы пошли с опережением, чтобы не было вот этого дефицита, который сегодня есть. Если нужно это отставить на уровне Министерства энергетики, давайте будем отставить. Но мы ситуацию здесь должны изменить. Мы достаточно уже не харадим вот этот населенный пункт. Эту территорию, этот курорт Краснодарского края. С другой стороны, считает министр, необходимо активнее ликвидировать потери, как технические, так и связанные с самовольными подключениями. Энергетики поясняют, для борьбы с воровством часто не хватает полномочий. Отдельная тема, когда заявитель начинает строить дом, а получается гостиница. Муниципалитет здесь чаще всего также бессилен, потому что изменения, как правило, подкреплены решениями судов. Если нужно сегодня вносить изменения в законодательство, давайте предложение. Мы пойдем через законодательную инициативу, через депутатов краевого парламента и выйдем на решение данных вопросов. Это серьезные вопросы, их надо решать. Снизить потребление электричества можно за счет более интенсивной газификации. Министр настаивает на детальном изучении имеющихся мощностей. По каждой улице, по каждому населенному пункту, чуть ли не до каждого двора дойти. Если есть сегодня мощность, и она позволяет, подключайте, пока не будет предела. Всем остальным потом, скажем, подождите, через полгода мы вас подключим, и люди будут знать. Но мы тогда должны через полгода это исполнить. В Анапском водоканале гарантировали бесперебойную подачу воды. Новый канализационный коллектор вдоль Пионерского проспекта откроют к сезону. В городе появится несколько рабочих групп, куда войдут представители администрации, водоканалы и сотрудники правоохранительных органов. Их задача – пресекать несанкционированный сброс стоков. Ну что, коллеги, будем надеяться на то, что в рамках аппетитовки к урортному сезону ресурсно-снабжающей организации нас не подведут. Александр Михайлович, я хочу от себя лично, от председателя госсовета, сказать вам огромное спасибо вашим коллегам, все, которые приехали сюда за ту работу, которую провели. Давно такого они проводили. Спасибо за помощь, которую вы оказываете Анапе. По словам министра, подобные встречи еще будут проходить как до начала лета, так и в разгар курортного сезона. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сегодня в Анапе состоялось выездное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Комиссия проинспектировала работу учреждений здравоохранения города. Какую оценку получила анапская медицина в сюжете? Осмотр объектов здравоохранения начали с детской больницы. Здесь маленьким пациентам готовы оказать практически все виды медицинской помощи. Для диагностики и лечения работает несколько отделений. Амбулаторно-поликлиническое отделение и стационарное отделение. У медицинской больницы стационарное отделение на 170 коек. Значит, 100 коек инфекционных, 60 коек общесоматических, 10 коек второй этап выхаживания новорожденных. Это дело сейчас на фронте. Члены комиссии отметили высокое техническое оснащение детской больницы. Анапскими медиками накоплен огромный опыт по реабилитации недоношенных детей. Здесь в специальных бэби-боксах осуществляется второй этап выхаживания новорожденных. С участка поступают дети в возрасте до месяца, если имеются какие-то медицинские показания. От какого детства выхаживали? Мы выхаживаем от 700. Полное техническое оснащение и в городской больнице. Члены совета посетили палаты приемного покоя, побеседовали с дежурным персоналом, осмотрели реанимационное отделение. Здесь медики в постоянной круглосуточной готовности. При необходимости вот там помещение маркетингового отдела предоперационного действия, экстренное вмешательство, поиск источников крови, члены мышечной полости, стабилизация переломов от крови, содержащих в жизни. Все здесь. Еще один пункт проверки – станция скорой медицинской помощи. Сейчас здесь работает 18 бригад медиков. В распоряжении 22 оборудованных автомобиля. В межсезонье сюда поступает около 180 вызовов. В летний период количество звонков увеличивается более чем в два раза. На помощь приходят дополнительные бригады. Реанимационные автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи. По итогам проверки Анапа получила удовлетворительную оценку. Работают неравнодушные люди. Нет таких проблем, какие бывают в других субъектах, когда валится потолок или стены облицованы не так, как надо. Все в этом смысле хорошо. Проблемы есть, как и во всех других медицинских учреждениях. Любого субъекта Российской Федерации. Тем более, что Краснодарский край – это рецепиент, а не донор. Поэтому с деньгами здесь трудно. Какие проблемы, которые есть везде и которые есть у вас в том числе? Недокомплетованность с врачами. Несмотря на то, что заработная плата врачей по указу президента достигла среднего по субъекту, тем не менее, врач – это профессия очень сложная. Тем более, у вас сложная ситуация. У вас миграция населения огромная. Летом чуть ли не еще одна Анапа приезжает сюда, поэтому справиться с такой нагрузкой сложно. На основе полученной информации будет проведен анализ. Члены Совета сформируют предложение и выступят с инициативой о выделении федеральных средств на капитальный ремонт объектов здравоохранения. В сельских округах продолжаются Дни здоровья. В минувшие выходные медики провели прием в поселке Виноградный. В этот раз профилактическую акцию посвятили Всемирному дню борьбы с туберкулезом. На груди каждого врача и пациента – белая ромашка. Символ борьбы с туберкулезом. Своеобразное напоминание о необходимости вовремя проходить обследование. Для этого сегодня есть все условия. К сельским жителям медики едут с передвижным флюорографом. Только за утренние часы диагностику легких прошли более 60 человек. Говорить о необходимости этих дней в здоровье на территории сельских округов, я думаю, не нужно. Все понимают, что это очень важно для нашего муниципалитета. Почему? Потому что медицина становится ближе именно сельским жителям. Мы привозим сюда узкопрофильных специалистов. Это то, что нужно сейчас селу. То есть для того, чтобы наши жители разных абсолютно возрастов, сегодня День здоровья для взрослых, и мы видим, что здесь действительно население у нас взрослое, смогли сделать все на месте, на территории этого округа. Прием ведут узкие специалисты – кардиолог, невролог, хирург, лор и многие другие. Особенно на селе востребован эндокринолог. Сахарный диабет становится одним из самых распространенных заболеваний, а не все пациенты находят время или возможность, чтобы съездить в город на консультацию. Вот даже сегодня уже есть пара пациентов, по крайней мере у меня, из тех, кто сегодня прошел консультацию, у которых возможно выявится сахарный диабет. Поэтому у многих нет возможности, да, в силу увеличенного количества пациентов с таким диагнозом, ну, так часто посещать эндокринолога для того, чтобы рассказать о своих проблемах, и чтобы доктор заподозрил и своевременно выявил такой диагноз. А Днездоровье позволяет это сделать быстрее, чем это было бы без этих дней. Всего на приеме в этот день побывали 215 жителей поселка Виноградный. Многие обратились не только к нужным специалистам, но и прошли других в профилактических целях. Я прошла многих врачей, мне врачи нужные лекарства посоветовали, мы все очень рады и довольны. Мама мне притянула, хоть раз во много лет, хоть раз там пройдися, проверься, ну, согласился. Дни здоровья продолжаются. 31 марта специалисты посетят Благовещенский сельский округ. Там будут принимать детское население. Руслан Душевский, Анапа, регион. В археологическом музее Гаргепи в схватках на мечах сошлись средневековые войны. 20 участников со всего Краснодарского края и гости из Волгограда состязались в мастерстве владения холодным оружием. Турнир по историческому фехтованию «Меч Черноморья» проходит на площади амфитеатра музея уже третий раз. Организаторы – военно-патриотический клуб «Ратмир» и «Черномор». В атмосферу средневековья окунулась наша съемочная группа. Если историческое фехтование и выделят в отдельный вид спорта, то, пожалуй, он будет самым зрелищным. А пока это разновидность исторической реконструкции. Но соревновательного момента никто не отменял. Поединки определят победителей в трех направлениях. Щит и меч, парные и групповые бои. Турнир проходит в третий раз и с каждым годом собирает все больше участников. Испытать чувство опасности и получить адреналин натуральным каким-то способом практически невозможно. Не каждый может позволить себе прыгнуть с парашюта. А вот вступить в клуб, обрести новых друзей и братьев, да, и вот в братском бою, скажем так, и стоять в честь родного клуба, получить дозу адреналина, я думаю, это очень интересно. Именно из-за этого ведут. Ну, конечно, поддержать историю не только нашей Кубани, страны, но и вообще, ну, всего. Атмосфера и образы максимально приближены к эпохе раннего средневековья. Требования к участникам строгие. Судьи оценивают мастерство владения оружием и корректное обращение с ним. Хоть мечи и топоры не заточены, воины должны соблюдать технику безопасности. Оценивается и костюм. Он должен соответствовать духу того времени. Общий вес снаряжения может достигать 20 килограммов. Эта кольчуга сделана из 8 тысяч колец и весит 11 кило. Все снаряжение сделано вручную, как у настоящего средневекового воина. С помощью специального приспособления на пруд наматывается пружина. После этого отсекаются кольца с захождением один за другой. Потом половина колец отделяется от другой половины, сразу расплющивается, сверлится и проклепывается. Вторая половина плетется пять в один. Ну и, соответственно, по крою пока к рубахе. Кто-то подраться приезжает, кому-то история интересна. Кому-то интересно просто ездить, путешествовать, друзьями встречаться. То есть у каждого свое какое-то желание. Один из организаторов турнира «Анапский военно-исторический клуб Черномор» существует с 2006 года. Порядка 20 его участников работают в трех эпохах реконструкции. Викинги, княжеская Русь, а также времена черноморских казаков. В этом году анапчане поедут в Ростовскую область на Каяльские чтения. Каждым годом, конечно, клуб развивается. Вот сейчас уже проводим свое мероприятие. То есть это один из показателей того, что клуб живет и что как бы процветает. По итогам турнира в номинации «Щит и меч» первое место занял участник клуба «Южное княжество». Вольной номинации лучшим стал Максим Литовиченко из Краснодара. А самыми сплоченными оказались участники клуба «Гулинбурсти», одержав победу в командном бою. Лидеры турнира получили дипломы и кубки, ну а зрители – яркие и незабываемые впечатления. Ольга Родина, Ксения Сипко, Роман Беркалеев, Фанапа-регион. Подошел к концу зимний фестиваль ГТО-2018. Заключительный этап – бег на короткие и длинные дистанции – прошел на стадионе «Спартак». Фестиваль проводится для спортсменов 18 лет и старше. В этом году организаторы решили привлечь и выпускников в школу, ведь золотой знак дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Несмотря на пасмурную погоду, на стадионе собрались более чем полсотни человек. Тренер по теннису Сергей Давыдович личным примером показывает своим воспитанникам, как держать себя в форме. Кроме того, он считает, что норма ГТО – это отличная возможность проверить свои силы и подготовиться к дальнейшим спортивным испытаниям. Чтобы мы в будущей жизни учились преодолевать те сложности, которые нас будут сопутствовать в этой жизни. Потому что, сдавая ГТО, тут есть виды, где нужно потерпеть, пробежаться, где-то вырваться, а где-то снова потерпеть. Ну и то же самое происходит в жизни, наверное. То есть мы где-то терпим, где-то вырываемся, где-то за кем-то идем, а где-то вырываемся вперед. Достойно сдают. Я уже не раз отмечала, что люди у нас спортивные, достойно сдают. Все молодцы. Я думаю, после завершения зимнего фестиваля у нас будет не только бронза и серебро, но очень достаточно много золотых знаков. За сдачу каждого норматива участнику присуждаются баллы. В течение недели судейская коллегия подведет итоги комплекса, а награждение спортсменов состоится в начале апреля на Театральной площади. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» – Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным.